Великая Отечественная война уже давно отгремела, но поисковые отряды по сей день находят павших бойцов. Останки уроженца хутора Маевского Александра Степановича Дмитриева были найдены в сентябре 2016 года. Он погиб в боях за освобождение Украины от немецко-фашистских захватчиков. Останки советского воина обнаружили участники поискового отряда города Коростень Житомирской области Украины. Более 70 лет Александр Дмитриев числился пропавшим без вести. И только теперь можно считать, что Великая Отечественная война для него закончилась. Солдат вернулся домой. Благодаря информационной базе Министерства обороны УБД «Мемориал» по тем данным, которые были обнаружены в ходе эксгумации, удалось идентифицировать. Останки бойца и уточнить его фамилию, имя, отчество, место проживания, время и место призыва. И таким образом была получена уже полная информация, которая позволила нам в течение нескольких месяцев пройти процедуру передачи из Украины. Сначала останки были перевезены в Санкт-Петербург, из Санкт-Петербурга уже привезены сюда. Придать земле останки Александра Дмитриева приехали родственники, а также представители поселенческой и районной администрации. Казаки, школьники, жители Маевского. Обратился к пришедшим председатель районного совета Григорий Литовко. Смотря на портрет Александра Степановича и думаешь, вот те 20-30-летние парни, которые шагнули в вечность ради нас, живущих под этим прекрасным мирным небом. И наша задача – помнить это и передавать поколениям. Сын павшего воина Анатолий Дмитриев помнит, как отец ушёл на фронт в 1941 году. Буквально через месяц после его ухода домой пришло извещение о том, что он пропал без вести. Война закончилась, и спустя много лет Анатолий встретил сослуживцев своего отца. От них он и узнал, как погиб Александр Дмитриев. Дедушка один говорит, Зарицкий, потом Даниленко, говорит, мы служили вместе. Особенно Даниленко, они в одном окопе, он был пулеметчик, а он заражающий. И мина попала, или не взорвалась, или кто изнашёл, и его засыпало ранитого в спину. А тут команда вперёд за Родину, и он ушёл, а тот так и остался. Останки павшего солдата захоронили на гражданском кладбище хутора Маевского. Почти в память погибшего воина минутой молчания отгремели прощальные орудийные залпы. Цветы и венки возложены. Отданы последние почести защитнику Отечества. Возвращать героев домой с каждым годом становится всё труднее. Ведь всё дальше от нас становятся события той войны. Ту работу, которую сегодня ведут поисковые отряды, можно назвать победой над временем. Тина Копачевская, Александр Косицын. Программа «События». Моянулась. Программа «События». Пограмма «События». Программа «С escrito».